здравствуйте друзья мы с вами встречаемся с гостем портнов компьютерского я тут мимо иду ну и человек да я бы человека его ты чей оказывается иммиграционный адвокат локально у нас тут прямо в маунтинге но уже так и скажите пару слов о себе да здравствуйте михаил очень народа народу все расскажите меня зовут михаил также я тезарь я занимаюсь иммиграционным правом откуда сами там да я я родился в иркутске значит восточной сибири я пытаюсь ангаре прямо на горяда очень близко там и потом закончил юридический университет здесь в джордж вашингтон вашингтон одессе а как же в америка попали спросят наши зрители из иркутска не вплачивают а я хотел учиться на юридическом факультете закончил его у нас сначала а потом подал на визу на студенческую прошел весь той фил тестом на юридические там у нас от особый высокий такой рейтинг чтобы попасть никак в инженерные школы если есть юридическое образование с другой стороны а тогда я не нужно вышли на мастер годичная программа да-да-да-да английский откуда взялся а у нас в иркутске хорошо преподает английский у меня была лингвистическая школа понял понял лингвистический класс хорошо значит такие здесь вам лет то сколько а это секрет так мы просто так и такая история длина где же он так успел то но хорошо выучились вы но уж теперь живете что в америке вы же не студент да нет я не студент что же с вами произошло между студенческой визы и и вот сейчас я после окончания университета нашел работу в американской компании юридической которая мне сделала визу рабочие еще он бич вам беда по ней я у них работал долго а потом сделал грин карту через работу также подождите но вы у них занимались иммиграционным правом иммиграционным правом занимался уже сколько лет по этой части 10 лет а какая-то специализация есть вот что такое что вот так тонко знаете что вот прямо вот прям моя специализация это эти работники я могу грин карту и чван бей любую визу для инженера для разработчика для тестировщика сделать закрытыми глазами подождите что-то сразу много интересного значит вы можете сделать эту визу по заказу работодателя или человек пришел и говорит вот я хочу там что-нибудь человек который пришел говорит я хочу это должен быть очень хороший программист инженер с каким-то своим продуктом либо какой-то основатель своей компании тогда мы ему сделаем а в остальных во всех случаях нам нужно работодатель также мы можем открыть новые вот вы тестировщиков умерли и меня многие спрашивают вы скажете а вот если человек тестировщик его можно рабочую визу или надо все-таки быть уже программистом более высокого скажу чтобы был диплом бакалавра так либо 12 лет работы стажа для чем и уже неважно тестировщик или программист уже неважно тестировщик или программист но нужно чтобы если диплом бакалавра бакалавра то он должен быть ну вы говорите про формальную квалификацию а я говорю про то что насколько реально что вот работодатель захочет делать и на то что иммиграционная служба пропустит очень очень реально очень много к нам когда клиенты обращаются говорят вот у нас кандидат мы хотим его взять на работу да и мы хотим делайте что угодно делайте свою юридическую магию чтобы он прошел то есть можем да очень часто такое случается что без образования без всего только опыт такой вопрос значит человек сейчас как бы популярна такая вот как бы схема я не по насколько она легально но вроде работает человек регистрирует компания сша иностранец и сам на себя делает визу один вот эту вот полуодаренную да и сам себе работодатель и сам себе режиссер и сам себе режиссер бывает такое да работает работает минимум на три года работы казалось бы казалось бы это абсолютный абьюз как бы злоупотребление системой да то есть не для этого визита но работает работает хорошо теперь такой вопрос вот есть такая мулька ходит распространенно что если у тебя нет разрешения на работу то ты можешь зарегистрировать компанию вот будучи сам нелегалом практически до сервисировать компанию и брать как бы работодателя который тебя наймёт корпу кода как подрядчиком выступить для компании на бизнес да но разве это легально это не легально но это работает конечно так и так делают и компаниям это он же на самом деле он же не имеет права деньги получать то есть может быть компания его имеет право начать и глиоте он-то сам не может так и есть да но тут есть момент такой юридически есть у нас физическое лицо есть юридическое лицо Физическое лицо нелегально находится в стране. Если компания создается, и это уже становится лицом юридическим, если она зарегистрирована в штате, то у этого юридического лица есть все права. Компания может взять деньги. Но он так из компании как деньги возьмет? Здесь два... Он зарегистрировал ее на свое имя, поэтому он создал банковский счет именно на эту компанию. Поэтому он просто идет в банк или он пользуется этой карточкой и снимает деньги. Вопросов нет никаких. То есть на практике это работает безупречно. Он же себе деньги берет, он на эти деньги платит аренду, платит за машину. Но это же нелегально, он же не имеет права деньги получать. Компания имеет, он-то нет. Так и есть, да. Но на практике он просто берет деньги, вытаскивает из этой компании и работает. То есть пока не попался, значит? Ну хорошо, ладно. И так живут миллионы людей в Америке, серьезно. Даже не сотни тысяч. Окей, хорошо, хорошо. Давайте, может быть, что-нибудь из последнего, раз мы с вами тут... Вам попадаются люди, которым нужно там политубежище или там с гуманитарным паролем. Вот что вот сейчас, последние тренды какие? Сейчас очень интересный последний тренд, то, что вот для Украины действительно беспрецедентные условия по разрешениям на работу, по въезду, по переходу через границу. Вот объясните мне, человек въехал по гуманитарному паролю. Это дают его там на 18 месяцев, да? А разрешение на работу, говоришь, мне там по 9, по 10, по 10 месяцев ждут. Да, разрешение на работу ждут. И вот, допустим, по вот этому по ТПСу, да, вот есть temporary protected status, есть гуманитарный пароль. Есть защита от депортации. А есть вот пароль. Вот он по паролю въехал. Вот он въехал по паролю. Вот сейчас приезжают. Я прочитал вчера, что 30 тысяч человек уже приехали, 33 тысячи приехали по гуманитарному паролю. Да. С Украины. Значит, вопрос. Они разрешают на работу, когда получат. Сейчас видите, там вопрос, какой заходит штамп. Вот через границу те люди, которые заходят, я видел, им делают специальный штамп в визу, который сразу же является разрешением на работу. И это беспрецедентная система, например, оканцы, сирийцы. Их уже не пускают больше через границу. А вот те, которые приезжают через оформление, через веб-сайт, через спонсора и так далее, вот они пришли, вот сейчас идет поток, тот закрылся. А эти идут. Они когда получат совершенно работу, известно? Неизвестно. Общий порядок от 6 до 9 месяцев они ждут. Теперь можно заполнить и попросить ускоренное рассмотрение. В частном порядке. Дают? Да, мы заполняли, но пока ничего не было такого положительного. А как люди должны жить? Вот я не понял. Вот он приехал, а у него правда спонсор есть. Получается, спонсор должен его содержать или что? Спонсор должен его содержать, да. Но и тут просто люди работают нелегально. Хорошо. А вот, допустим, заболел. Все, тогда что? Нужно будет идти в больницу, не платить этот счет больничным. Хорошо, то есть он не может пойти там получить какой-нибудь там медикал, там какую-то страховку для бедных. Сейчас нет такой процедуры, да. То есть по-доброму к ним так отнеслись? И на штатном уровне, например, в каждом штате по-другому. Вот в Калифорнии можно будет что-то такое оформить, в Нью-Йорке. То есть у нас можно в медикал-штатах? Да, да, да. Ну хорошо. Значит, а что там вы как-то упомянули про стартапы, про что-то такое айтишное? Да, интересно, есть новая программа, называется, значит, вот международный предприниматель, там, да, вот. International. International Entrepreneur Parole Rule. Это тоже интересная такая конструкция, она как Parole называется, да, то есть это типа... Бесправный такой. Да, да, да. И она новая, она не виза, это не грин-карта, это именно такой временный способ въехать и пожить, поработать. И у нее очень, она очень близко к визе талантов. Она уже есть или вы еще? Она уже есть, да. И деньги можно получать. И деньги можно получать, и компания уже должна быть создана. Например, один из требований, это если ты, значит, основатель получил деньги у какого-то фонда или у инвестора. Инвестиции есть. Инвестиции получил, да, то он подает документы эти. Я понял. То есть простой человек, который живет где-нибудь там в том же Иркутске и думает, как бы мне проникнуть, то ему так не выйдет, да, легко. То есть ему нужно все-таки инвестиции сначала получить. Да. Это, это, вот именно вот эта новая программа, она именно для основателей. А инвестиции тоже не любые. То есть это не то, что там дядь Миша ему дал, а он должен каких-то институциональных инвесторов получить, которые там зарегистрированы. Ну, то есть, скажем так, для крайне узкого круга людей. Очень узкие, да. Очень узкие. И даже более того, если даже кто-то получил, то для очень успешного части вот этого круга. Такой вопрос. Вот украинцы, мы понимаем, да, там война, там, в общем, все сочувствуют и так далее. А вот Россия, например, или Беларусь. Там тоже есть нормальные люди, которые вот, вот, все это вот тут. И которые боятся шелохнуться, да, там и сажают за то, и сажают за это. Причем в широком толковании, да, вот, допустим, он исказил там, клеветал на армию, а вот он вышел там с плакатом там пустым. Да, и дальше мы должны, можем интерпретировать, что он имел в виду, что там будет написано, что люди поймут, и это явно клеветал на армию, например. Все-таки вот этим людям-то как быть? Вот они нормальные, они хорошие, они хотели бы в Америку приехать. Есть что-то для неукраинцев, например? Дополнительно к тому, что всегда было? Дополнительно к тому, что всегда было? Нет. Есть только то, что всегда было. Все то же самое. А разговор о том, что вот надо бы ученых погрести, вот я помню, тут с такой помпой там говорили, что сейчас там всех ученых там заберем, особенно из оборонной промышленности, особенно вот там, которые там с вакуумными, там какими-то там нанотехнологиями, там нет. Я так вижу, что эти все программы были разработаны как раз в начале 90-х на ученых и на прочих. Нет, а вот дополнительно на россиян, что они смогут приехать без оформления H1B и уже на месте искать. Они, ну нет, такого нету, должен всегда работодатель. Предложение было. Однако, да, можно будет оформить. Смотрите, мы можем сейчас эти программы, которые были разработаны в начале 90-х, также успешно использовать. Ну подождите, вот там Вася Иванов, так, уехал в Дубай. А Вася, там он, допустим, крутой, там, не знаю, физик, химик, микробиолог, может быть, программист. И сидит он в Дубае и думает, как бы мне, может быть, в Америку. Как? Два варианта, которые, да, приходят сразу в голову. Вот это Visa O1, можно сделать пакет, значит, Outstanding Ability. Она занимает, если человек действительно квалифицированный, то не так уже долго. Ну сколько? Награды, ну за полтора месяца можно все сделать. Окей. Я думаю, где-то так. Теперь, если он, сейчас, хорошо, это Visa O1. Да. А вторая? Есть для гринкарты, например, сразу же такая категория, как National Interest Waiber, называется. Это уже сразу напрямую идет на гринкарту, для нее не нужно вообще... Но это он должен что-то знать такое. Нет? В общем, к нам, когда приходят клиенты, и нам нужно упаковать вот эту историю, если это что-то связано с наукой, то это обычно проходит. Если там есть докторская степень, то вообще пойдет. Кандидатская степень. Или кандидатская. То там же степень. Да, да, да. Те категории, которые были там с начала 90-х, они хорошо работают? Ну просто сейчас что получается? Сейчас много народу рвануло, вот пишут, что там чуть ли не 4 миллиона человек выехало из Российской Федерации, а из них там 1300, а это вот там высококвалифицированный специалист, который вот, скажем, Америку бы себе забрала. Вот Байден так продвигал, но у него что-то не получилось. Очень много, американское иммиграционное законодательство, ну реально самое сложное в мире, там нигде ни в Швейцарии, ни в Европе такого нету. Поэтому по такой аналогии, как бы был бы человек, а статья найдется. Так. Потому что был бы хороший иммигрант, который нужен, а для него статья в иммиграционном законодательстве обязательно найдется, по которой можно его привезти. А можно так, чтобы он не был особо нужен? Да. Но упакователь так, как будто нужен. Можно, можно. Можно так, либо еще можно. Просто это занимает время и занимает деньги. А давайте про деньги. Почем нынче упаковать? Ну, смотря под какую визу, да? То есть, что есть, если работодатель, сколько это занимает? Ну, от, от, там, от трех тысяч до восьми всегда тысяч долларов можно решить вопрос. И не обязательно сразу все платить, разные варианты к тому, чтобы там рассрочки и так далее. А по времени сколько займет? Смотря что. Ну, что, если мы берем что-то, может донять до полутора лет, если мы сразу же берем, рассматриваем вид на жительство, если какая-то виза краткосрочная, то, ну, тут нужен работодатель, то можно за полтора месяца. Если у человека есть виза краткосрочная, ну, допустим, у него когда-то была, там, я не знаю, там, гостевая, биван-битун, вот если он по ней приехал и пытается на месте решить все остальное, это проще? Или он может быть в Дубае и то же самое? Я думаю, вот этот вариант гораздо проще, так заезжает основное, большинство иммигрантов, заезжает по туристической визе и потом что-то можно поменять. Любую визу в Америке, кроме визы невесты, можно поменять на что-то другое. Поэтому можно сделать туристическую и потом начать ходить в школу, языковые курсы, найти какие-то недорогие, которые, вот, есть, значит, там, по 800-850 долларов в месяц платить, ходить, учить язык и где-то подрабатывать. Ну, я помню, такие есть и по 300 берут. Есть, если не в Калифорнии, есть и попроще, да, что-то. Хорошо, а вот, например, заехал уже по какой-нибудь визе. Не проще всего, например, вот я знаю, что на протяжении многих лет, вот я уже 30 лет с лишним живу, и такое ощущение, что проще, чем политубежище, ничего никогда не было. Он приехал, уже главное, что приехал. А из такой страны, как, допустим, Российская Федерация, уже кто ж тебя обратно пошлет? Нет, нет, или я вот это упрощаю? Это, с этим заключается основная проблема, потому что очень часто люди приезжают, и им на консультациях, и друзья говорят, вот, просто подай политубежище, ты получишь разрешение на работу и будешь здесь легально пребывать. Это правда. Да. Но неизвестно, сколько человеку нужно будет, значит, здесь быть, там, да, там, мыкаться, там, да. Пока будет опробована. Это может занять, просто чтобы вызвать на интервью, это может занять до 8 лет. Потом нужно найти какие-то, действительно, доказательства, потому что политубежище, категория, значит, страх смерти в своей стране, это нужно доказывать. Но это в первую очередь нужно как бы врать, нужно создавать документы, которых нет, что какой-то есть, значит, страх преследования, страх смерти. Для России и для наших жителей, там, из ССНГ, Западной Европы, люди очень умные, куча образованных людей. Гораздо есть другие способы, по которым можно получить визу, грин-карту, и потом спокойно ездить обратно, и здесь зарабатывать можно больше денег. Ну, допустим, инженер, ну, просто инженер, или там трак водит, ну, вот как ему быть. Да. Значит, например, один из вариантов, как это сделать, можно найти работодателя, и с работодателем договориться, чтобы работодатель, значит, подал документы на... H1B. Ну, H1B, например, для трак, для водителя грузовика не сработает. Да. Но если, если, как большинство людей делают, они сначала работают где-то нелегально, и просят, но ходят там в школу или на какие-то курсы. То есть здесь нужно... Поддерживать статус. Поддерживать статус. Статус – это просто очень-очень-очень важно. Законопослушный человек. Быть законопослушным человеком, поддерживать статус, чтобы была виза, и работать нелегально, значит, ну, и тогда... И просить работодателя, чтобы они сделали... Ну, хорошо, трак тракеру можно сделать? Очень можно, да. Особенно сейчас большие проблемы с водителями и грузовиком. Проблемы с людьми, да. Но, а что, прям дадут грин-карту человеку, что он трак водит? Да. Нужно сделать так, чтобы попросить этого работодателя и связать его, например, со мной. И я работодателю обязательно расскажу, что... Слушай, тебя будет человек минимум два года работать, он от тебя никуда не уйдет. Я это очень много раз делал. Давай мы сделаем для него, тебе это ничего не нужно будет платить. Дорого, дай мне твой номер вот этот налоговый. Дай мне название фирмы, где она зарегистрирована. И мы начнем процесс. Полтора года... А по какой статье он получится? Эта категория будет EB3. Может быть, она звучит матершинно, но и буквочка для импломент. Да, 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 мы знаем. Бе-бейст и 3. Два года стажа работы мы показываем. Для инженера, я понимаю, а для водителя тракера? Мы делали EB3. И для водителей, для нянечек, для реальных, настоящих нянечек. Просто два года работы. Для тех работников кухни. Ну, казалось бы, это должны быть люди с бакалавром, нет? Нет, EB3 это skilled worker. Это человек либо с бакалавром, это верхняя его категория. Но важно здесь два года работы. В США? Нет, в любой стране. Мы показываем два года либо здесь, либо в другой стране, там, в России. Два года работы, допустим, водителем. Да, но на EB3 можно и сразу грин карту делать, пока он сейчас в своей стране находится. Именно так, да. Но мы ждем, мы ждем пока. Этот процесс занимает примерно полтора-два года. Даже вот с пандемией со всеми делаем. Да, да, да. С пандемией чуть-чуть подольше некоторые стадии. Поэтому всегда, я говорю нашим коллегам и клиентам, нужно поддерживать этот статус. Жить по закону, не подавать на это политубежище. Ну, как бы немного потерпеть, работать, походить в школу. Но оно же неплохо, если он параллельно подал на политубежище. Оно же ему не мешает. Это так, но он просто не сможет выехать. Потому что если кто-то выезжает из страны, едет обратно в страну, агрессор там, от которой он якобы убегает, то все. Нет, но если он просто выехал из США, не получив... Да, он не сможет обратно заехать. И визу он никогда не сможет больше получить в посольстве, потому что у него будет запись, что въехал по туристической и подал на политубежище. Обижают политически. Просто, например, настоящие политические вот эти люди, вот, например, как в Афганистане. Да. Да, то есть там... Ему некуда ехать. Ему некуда ехать. Куда он обратно вернется? Вот для такой категории граждан существует эта группа политубежища. Да, друзья. С политубежищем сложно. Как трудно жить. Да, а все-таки, значит, из новостей, вот все время какие-то новости. Да, ой, слушайте, это Title 42. Его отменили, не отменили? Байтл хотел отменить. Потом в суде сказали, что пока нельзя отменять. Не владею там обстановкой. Понял, понял. Ну, хорошо, ладно. Значит, с мексиканской границей там как вы, не сталкиваетесь особо? С мексиканской интересно, что сейчас, и вот Трамп об этом писал недавно, что 130 разных стран представлены на границе, которые заходят. То есть, если раньше ехали одни мексиканцы, то сейчас реально там все... Мексиканцев особо нет сейчас, кстати. Там в основном, если из Латинской Америки, то там в основном Гондурас, Сальвадор, Гватемала. И сейчас много из Армении, из Грузии, из России. С Кавказом много, да. Едут много и вот Индии вокруг страны, которые там, Непал, Пакистан, да, берут билет до Мексики. А им-то чего? И там переезжают? В смысле, что они могут попросить? Политубежища из Индии? Да, из Индии, из Непала, из Пакистана, из Бирмы, из Шри-Ланки сейчас там проблемы. Выезжают, берут билет в Мексику и переходят через границу. Да, надо что-то с Мексикой делать, друзья. Что-то не то получается с Мексикой-то. Ну что же, да, там сейчас большой интернационал собирается, а еще эти караваны, да, которые вот там двигаются. Я только что попереписывался с женщиной, которая вот так с караваном шла там чуть линее, в общем, через всю Центральную Америку, потом через Мексику, и она мне фотки прислала, которые она снимала в каких-то тропических джунглях, с ребенком, там, ну, ребенок такой, там лет 10-12, и она говорит, что некоторые погибли, пока там шли. И там, значит, работает мафия, на органы людей разбирают, никакое правительство не вмешивается, и там просто какие-то жуткие истории. Она мне там рассказывала. Я говорю, ну, ты расскажи нашим зрителям. Она говорит, нет, 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 ну что вы. Это вот такая ситуация для людей, которые именно через саму границу, где непропускной пункт проходит. То, в основном, как наша категория граждан проходит, они, значит, заезжают в Тихуану, туда в ближайший штат Калифорнии, покупают там специальную машину на калифорнийских номерах, и через нее, типа, через мексиканскую сначала границу, где мексиканский пропускной пункт заезжают, как будто бы они американцы, а потом, как только они подъезжают к американскому пропускному пункту, там сразу же выходят и говорят, у нас нет визы, мы хотим подать на политубежище. Но юридически они уже на территории Америки, хотя они на пропускном пункте. Поэтому дальше их уже там рассматривают. У меня тут один рассказывал, как они проехали на территории Америки, а их потом выкинули обратно. Машину туда выкатили, назад, и их отправили. Говорят, нефига тут. И прямо туда. Там есть определенные вот эти моменты, какая смена, когда что. Потом они часто заезжают в 3 часа, значит, 2, 3 часа ночи, да. Вот там целая наука такая, как приходит. Но это более безопасный способ, чем идти с караваном пешком. Ну да, да, просто убивают. Но для этого нужно иметь, значит, какие-то деньги, чтобы договориться с этой машиной, скинуться там еще как. И полиции потом мексиканской заплатить там взятку, если где. Да. В аэропорту берут, и тут берут, и там берут. И машину, машину эту купить тоже, чтобы взятку. На мотоцикле ребята едут. Вот я уже знаю двоих, которые на мотоциклах. На одном мотоцикле, на другом мотоцикле. Их же там забирают, потом эти транспортные средства, сразу же убирают на штрафплощадку. Конфискуют там куда-то. В общем, друзья, как много интересного в современном мире. Так много информации. Телеграм, Ютуб, там все на свете. Адвокаты вот тоже много чего могут рассказать. Информации очень много. И пользуясь случаем, мы разработали приложение Skylex. Это как-то... Приложение, софтвер. Да, да. Мобильное приложение. Это то, что ребята тестировать будут. Skylex, да. Друзья, наши студенты будут тестировать для вас. Что там хоть? Это приложение, которое позволяет мгновенно связаться с адвокатом из любой страны. И деньги переслать? Деньги переслать тоже, да. Но деньги переслать с гарантией, в том плане, что потому что мы работаем через приложение и гарантируем, что там по иммиграции получит человек ответ, все сделает. Хорошо. Skylex. Sky как облака. Она уже работает? Она уже давно работает, да. И что, люди таки пользуются? Конечно, люди пользуются. У нас есть там отзывы, есть на App Store, на Play Store. Это все работает. Люди мгновенно получают ответ. Это потому что... Подождите, они получают доступ к адвокату вообще или к за адвокату. А через службу поддержку они получают доступ к проверенному адвокату, который точно знает иммиграцию. То есть, в Курнавасе там еще есть люди? Да, есть там... В общем, у нас под... В целом у нас подключено 200 адвокатов, но те, которые четко работают стабильно с нами, их где-то 12. Ну, пока нам хватает и люди получают ответ быстро, мы следим за качеством, чтобы мгновенно... Иммиграционный адвокат. Казалось бы, по нашим временам, это человек, которого секунды свободные нет. Да. А зачем они там вот куда-то, чтобы кто-то еще к ним обращался? Эту проблему мы и решаем, потому что сейчас адвокаты иммиграционные, там, как у доктора, клиентов новых не принимают или еще что-то. Да. Им пишется e-mail, это электронное письмо, долго занимает на него ответить. Поэтому здесь сформировалась такая ниша в рынке, которую мы и заполнили. Мы мгновенно всем отвечаем, мы сразу же даем им юридическую консультацию и с нами работают те адвокаты. Я извиняюсь, то, что называется бизнес-модель или по-простому для наших зрителей бабки где? Да. Мы за серьезную консультацию на час мы берем 150 долларов. Это когда мы точно знаем, что мы что-то можем с чем-то помочь. Ну, подождите, но их там много адвокатов. А приложение ваше? Да. Вот вы пишете приложение, денег стоят программисты, сервера, там, все дела. Вот вы с чего имеете? Те адвокаты, которые сейчас, они у нас подрядчики, либо они у нас в штате. Поэтому мы гарантируем сто процентов, что они квалифицированы. Понял. То есть, какая-то часть того, что идет туда, она как бы распределяется между теми, кто обеспечивает процесс и адвокатом. Потом, если адвокат берет петицию, ее отправляет, то мы с этого, все деньги проходят через нас, и мы платим зарплату адвокату. Понял. Хорошо. А у вас только на русском языке или на разных? На самом деле, у нас в основном английский язык, у нас еще китайский и турецкий. А так что, вот латинос там? Нет, латинский рынок, в целом, мы заинтересованы в таком рынке с высшим образованием. Поэтому, все в основном у нас работают люди, которые знают английский, они приезжают с идеей. Мы занимаемся тоже релокацией IT-компаний. Так, вот эти люди, которые к вам идут, вот эти все, вот они в Америку идут с высшим образованием. Они знают про портнов компьютерского? Вот сейчас они будут знать, конечно. Да. А это идут люди с образованием мимо того места, куда реально шли. И у нас сейчас много, например, те, которые учат сейчас английский, да, вот здесь просто в языковых школах. И мы им говорим, вот, зачем вам учить английский работать где-то нянечками или кем-то еще? Да. Учите тестирование, учите эти программные обеспечения и работайте, и получайте больше зарплат. Да. Ну что же, друзья, вы видите, как тесно иногда бывают связаны совершенно разные области. Абсолютно. И мы создали ту историю, у нас много такой, как большие данные, потому что мы знаем, люди с разными заявками обращаются к нам в приложение, в Skylex, и мы им отвечаем. И поэтому мы можем всегда, мы говорим... Куда они у вас стремятся географически? Они тяготеют к Кремниевой долине или их там по всей Америке? На самом деле в основном у нас сейчас 90% наших лет это которые здесь уже люди. То есть нас спрашивают... Ну а в Калифорнии здесь или вообще? В Калифорнии в основном и в Америке тоже. То есть нам обращаются, говорят, я гражданин Америки, я хочу привезти невесту. Мы им делаем такую петицию. Ну это обычный, это... Вот это наш самый основной хлеб. Потому что это платежеспособная... Невесты у них откуда вообще? Невесты в основном из их стран же. То есть если это какой-то гражданин Америки индус здесь, айтишник, то ему родители быстренько договорились, знаете, там как случается. По смс-кам реально кнопку значит отправил, пришла, вот фотка, да, нет, да, все, свадьбу назначили, визу зафайлили. Вот так... Arranged marriage называется. Arranged marriage, да, свадьба по договору и вообще нормально. Это нету? Нет, но могут побить. Могут сжечь потом, даже если когда после смерти... После смерти это одно, а вот могут живую побить. Ну, живую сжечь, если муж умер, знаете, такая традиция. Ну, это надо там быть. Надо быть. И в ганг, нахрен, и они там, по гангу, а если... Да, если умер муж, зачем жене, как бы, жить же. Так, без смысла. Есть такая традиция. Да, ну, что же, хорошо, хорошо, значит, ну, в общем, вы, как это, на посту, вы знаете про Парнов Computer School, если человек приехал, а бабок нет, ну, в смысле, заработка нет. Друзья, чего выпендриваться? Правильно? Да, мы знаем, мы знаем, куда обращаться. Может, нам что-то на турецком языке сделать, я даже не знаю. Кстати, турецкий язык очень востребован в тестировании программного обеспечения, потому что очень много локализации на турецкий язык. То есть, найти человека со знанием турецкого, крайне сложно среди тех, кто делает, там, тестирует. Так что, турчанок принимаем, пусть тестирует. Ладно, значит, друзья, давайте вот что сделаем. Если у вас есть вопросы по иммиграции, а у вас наверняка что-то есть, пишите в комментариях, у нас Михаил придет, не побрезгует там, и там что-нибудь вам и ответит. Хорошо? Ладно, давайте мы, значит, прощаемся, и пойду приложение их посмотрю. На мобилке, иначе она. Да, на андроиде, на айфоне, веб тоже есть. Веб тоже. Ну, в общем, посмотрим. Да, вот мы сейчас, как всей школы, инвестируем, вот, и там, в общем, чтобы деньги не утекали, куда попало, а так, чтобы прямо туда, куда надо. Хорошо, давайте, помашем ручкой, скажем, счастливо, ребятки, чтобы те, кто уже эмигрировал, ну, они уже знают, так сказать, куда идти, а те, которые еще не эмигрировал, да, чтобы у них уже, ну, как-то эмигрировалось. Мы же все как-то эмигрировались. Значит, вот, в качестве, значит, отдельного бонуса, вы можете приходить в тусовочное, так сказать, в наш тусовочный бомонд к колесе, вот, где вам всегда нальют шампанского, ну, или там, кофейку, кто чего, где вы можете познакомиться со всей, со всей Б.А., кто скажет, с девушками, с мальчиками, там, может быть, кому-нибудь. Пригласите завтра в пицца тайм, два часа дня. Завтра в два часа пицца тайм, иди сюда. Значит, завтра в два часа пицца тайм, вот сюда становись, как, вот сюда становись. Друзья, это Олеся. Меня все знают. Иди сюда, иди сюда. Вот все дуже гарно, Олеся. Ну, давай. В этом месте. Всех поздравляю с первым июня. Завтра у нас, второго июня, пицца тайм, в два часа дня. Это абсолютно бесплатное мероприятие. Приглашаем все, кто хочет познакомиться со школой, с Михаилом лично, поесть вкусную пиццу. Мы заказываем пиццу из разных мест, это происходит где-то один или два раза. Так что, это все бесплатно? Завтра бесплатно. Так. Спонсор Байк, партнов компьютер в Скул. Так. И... Томи, придем? 25 июня, большое мероприятие. Кстати, попросим Мишу выступить там тоже. Заходите познакомиться с настоящим лоером? Приходите. В общем, будет вечеринка как выпускной. То есть, от партов, ну, одна часть этой вечеринки, это выпускной для тех, кто в этом году закончил школу Портновой и уже пошел на работу. То есть, послушайте истории успешных людей. И вторая часть, мы для всех желающих будем делать бизнес фото для Линкедина. То есть, приходите, фотографируйтесь, у вас после этого хорошие фотографии для Линкедина, вы будете тоже успешными. Бесплатно? Ну, это уже не бесплатно. Билет на 25-е стоит 45 долларов. Нет, нет, фотография бесплатная. Ну, билет, конечно, там кейтеринг, фуршет, все дела, Михаил, еще один Михаил. Все на 45. Подписывайтесь на инстаграм колесик, или это инстаграм портнов компьютер скул, и там все вот эти вот извещения. Портнов компьютер скул, это школьный аккаунт, есть у меня личный, может, у меня лично спрашивать вопросы, задавать, Олеся Неж, и если надо, найдете, короче. Да, мимо не пройдете. Счастливо, друзья. Всем хорошего дня.